Шаги это достаточно, к сожалению, пока еще ровки и, ну скажем так, не всегда, не всегда приносящие тот результат, который, конечно, нам бы хотелось. Активное очень участие в этой деятельности принимает созданная 5 лет тому назад Общественная Палата Российской Федерации. Из стен Общественной Палаты выходит много достаточных идей, поддержанных или не поддержанных законодательно, но, тем не менее, мы стараемся держать руку на пульсе и оказывать максимальное содействие некоммерческим секторам, благотворительным организациям, добровольцам и волонтерам. Я должен отметить, что в последнее время очень активное участие в этом процессе принимает не только общественность, но и законодатель. Ну и я, наверное, отметил особую роль президента, который образовал специальную рабочую группу по подготовке изменений в законодательные акты, связанные с деятельностью некоммерческого сектора. В эту группу у рабочих включены члены, в том числе и общественной палаты, который старается вместе с присутствующим здесь Сергеем Александровичем Баком, который, наверное, является самым главным действующим лицом в этой истории. И он возглавляет в Государственной Думе профильный комитет, который занимается вопросами некоммерческого сектора, общественных организаций, религиозных, и является тем человеком, который во многом продвигает инициативу, которая исходит от общественных организаций. Нужно отметить, что многое нам вместе на этом пути удается пройти, и я очень благодарен ему и его коллегам за ту помощь, которую они оказывают общественнику. Я надеюсь, что тот путь, по которому мы идем, идем, к сожалению, медленно. Это надо отдать должное. И наиболее ярко это показали примеры, связанные с непосредственными действиями добровольцев, волонтеров во время лесных пожаров прошлого года, когда, к великому сожалению, было совершенно ясно видно, что отдельно существует государство и его структура, отдельно существуют добровольцы и их структуры. В какой-то момент, в наиболее, скажем так, пик трагических событий, это все совместило действительно в единое целое, но, к сожалению, я не могу сказать, что заказ стал. Потом, когда все успокоилось, опять одни пошли по одним, други по другим чуть ближе друг к другу. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки дорога была одна для всех. Я надеюсь, что, используя серьезнейший опыт, который накоплен за рубежом в этой деятельности, использую тот, естественно, совершенно, наверное, и, как я уже вначале сказал, присущий, в общем, народам России порыв к благодеянию, к благотворительности. Если это правильно, что у людей лежат и лежат всегда, мы сможем пройти этот путь.